Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Пламенный вам огромный привет всем, кто смотрит и слушает телерадиоканал «Страна.ФМ». У меня сегодня гость, который действительно для многих и многих в нашей стране является лучшим, любимым артистом, исполнителем, певцом, композитором, поэтом Миша Марвин. Здравствуйте всем! Привет! Спасибо большое за такие теплые слова. Мы тебя очень рады видеть. Тем более, что есть потрясающий повод в виде твоего нового клипа «История», который уже в нашем эфире. И смотрим его каждый раз и слушаем с огромным удовольствием. Спасибо тебе за эту новую работу. Это прекрасно. Очень приятно. Безумно приятно слушать такие слова в начале дня. Спасибо большое. А ты разве ты еще не привык, скажи, пожалуйста, слушать хорошие отзывы в свой адрес? Привык, но прямо вот так вот с душой. Но все равно говорите, говорите, говорите. Не останавливайтесь. Ну, конечно, хочется поговорить в первую очередь о твоей новой работе. Да. Ты пишешь у себя в соцсетях. И, кстати говоря, не раз о том, что это очень главная для тебя песня, что это очень личная для тебя песня, что это чуть ли не одна из самых-самых лучших и проникновенных на сегодняшний день. Безмерно горжусь, рад, цитирую, классика. И, наконец, рад, что мы выступили перед вами, выпустили перед вами «Моя история». Миш, так почему, как тебе кажется, она такая у тебя номер один на сегодняшний день? Ну, вот это вот самая такая вот душевная, одна из всех песен, которые у меня есть. Это самая душевная. Здесь я открыл свою душу, я рассказал о том, что у меня было в жизни. Была такая ситуация, скажем так, не очень приятная, да, по итогу. Но этой песне я вот так вот подвел черту, закончил, закрыл эту историю у себя в голове. И чтобы никогда больше к ней не возвращаться, не вспоминать, не думать об этом, просто вот так закрыл книжку и все. Но это та самая история про эту девушку, с которой ты там жил когда-то, с которой расстались, это вот все эта же самая история. Да, вот это все очень долго тянулось, тянулось, и вот наконец я решил, все, хорей уже, хватит реально, на тебе песню. Все, выкинул эту песню, все, что чувствовал, и закрыл. И все, теперь начинаю новую жизнь. А что касается клипа, там-то что за история рассказана? В клипе эта история выдуманная. Слава богу, хочется сказать. Эта история выдуманная, мы с режиссером подумали, что вот именно такая история, про такую чуть-чуть сумасшедшую любовь, будет очень кстати к музыкальному ряду. Прости меня, пожалуйста, я вот хочу из твоих уст услышать, он изначально был уже сумасшедший, или он сошел с ума потом? Нет, он уже как бы изначально псих. А, он там находится, и вот это все вспоминает, фантазирует? Он не вспоминает, это у него вот такая мысль в голове просто живет, просто другая какая-то жизнь в голове, и постоянно его эти флэшбэки возвращают к реальности, и он понимает, что он сидит просто в больничке. Тебе эта идея понравилась, да? Да, это, мне кажется, трогает очень сильно. Ну, с более-то есть возможность актерское мастерство свое показать, продемонстрировать. Да, и тем более я не раз говорил, что я очень люблю в клипах не просто там красиво стоять и улыбаться, а вот что-то вот передавать какие-то эмоции, играть именно. Потому что актерская игра, ну это очень интересно, и для меня, и для зрителей, и для всех остальных. Ну, вообще-то этим и от многих отличаешься, конечно, потому что ты всегда говоришь, что не просто певец, а артист за большую букву, это значит, он должен и двигаться хорошо, это значит, он и владеть актерским мастерством должен, и ораторским, и вообще выглядеть хорошо. И примером быть для многих и многих. Обязательно. К клипу еще раз вернемся, скажи, пожалуйста, не жутко было тебе исполнять вот эту самую роль? Нет. Ну, входить в образ, это же видно, что ты старался как-то пережить, пропустить через себя. Знаете, не супер старался прям, это вот как вот органично получается. Я просто по жизни сам по себе, знаешь, псих-одиночка. Мне вот хорошо, одному я вот себе просто, бывает, я себя ловлю на мысль, что я сижу где-то дома, и понимаю, что у меня сейчас лицо вот такое, как у человека в клипе, да, просто вообще отрешенное, ни о чем не думаю, просто в одну точку смотрю, и что-то там тоже себе рисую, и в этот момент пишу новую песню, понимаешь, в голове, сам не понимая этого. Поэтому мне было очень сильно трудно вживаться в эту роль. А что касается поклонников, они эту новую работу твою как-то по-особенному отметили? Да, очень, очень, очень. Очень-очень много хороших отзывов. Все говорят, что вот некоторые снимают там свадебные видео, на свадебные танцы танцуют под эту песню. То есть очень прям понравилось, да. Люди выкладывали даже эту песню, я видела, поют сами. Да, очень много каверов, да. В общем, она как-то пошла-пошла в народ. Не приходили ли к тебе просьбы от поклонников, чтобы все-таки эту историю продолжить, и как-то в позитивном ключе завершить. Не знаю, чтобы казалось, что парень вышел, потом выздоровел, значит так. Я сейчас над этим работаю, чтобы вот показать людям, что все хорошо. В итоге все хорошо у меня складывается в жизни, и началась новая страничка. И, собственно, и со следующей музыкальной композицией это уже будет понятно всем. Да что-то! Ты уже знаешь, что это будет за композиция? Нет, еще. Она не записана еще пока. Она еще, да, она еще пока в разработке. Ну, то есть все равно какие-то есть набросочки, слова, рифмы, строчки. Есть немножко, есть немножко, но это совсем немножко, но от этого немножко очень много зависит. Есть самое главное, есть понимание, что ты хочешь сделать. А что должно повлиять на тебя, чтобы ты вот взял, пришел и дописал до конца эту работу? Блин, даже не знаю. Ну, что угодно. Что угодно, погода вообще нет. Да, она не способствует написать. Хотя многие, вот как раз у сумасшедших сейчас осенние обострения, может быть, у меня получится что-нибудь записать интересное. Посмотрим. Вообще от всего, от любого могу вдохновиться. От, блин, от телевизора, от музыки какой-нибудь нового, не знаю, от всего. От человека какого-то, от взгляда, от слова. По настроению, от музыки какой-нибудь услышал на студии, инструмент какой-то, и от него все пошло. Ты достаточно много лет уже занимаешься музыкой, да, пишешь и исполняешь. Скажи, вот на сегодняшний день тебе удается самого себя удивлять в хорошем смысле? Ну, так вот, если чтобы внутри прям такая гордость села даже, вот. Ай да, Мишка. За то, что написал что-то? Да, да, да. Ну, вот за историю, пожалуй, да? Да, вот крайний раз за историю я прям проникся, что ли, своими же словами. Но мне очень понравилась эта работа. Я вот прям горд, реально горд. Я хочу обратиться к нашим зрителям и слушателям вот с чем. Напомню, что у вас есть возможность задавать Мише вопросы. Можно звонить и писать, если хотите писать, робеете, позвоните. WhatsApp и Viber 8909-928-1-89-9. Задавайте свои вопросы, но звонки, как всегда, помните, принимаем по телефону 495-276-089-9. Миша, дорогой, ну, давай мы прям посмотрим тогда историю эту прекрасную. С огромным удовольствием. Давайте посмотрим с кайфом вообще. Да, Миша Марвин. История. Я не помню, чтобы было так прежде, но с тобой. Я буду делать это чаще. Твои грустные глаза, но я исправлю это. Зеркало души, зеленого цвета, в них тону. Я даже не сопротивляюсь. Ты помни эти мгновения. Тебе их дарю. Мы просыпаемся и засыпаем. Вместе об одном мечтаем. Любить. Чтобы раз и навсегда. Мы просыпаемся и засыпаем. Честно мы в любовь играем. Пойми. На двоих одних дружах. Мне нравится смотреть, как ты засыпаешь. Только в своих снах ты со мной летаешь высоко. Где нас никто не потревожит. Своей тенью я закрою тебя от солнца. Понимаем друг друга даже молча. Только так. И по-другому быть не может. Ты помни эти мгновения. Тебе их дарю. Мы просыпаемся и засыпаем. Вместе об одном мечтаем. Любить. Чтобы раз и навсегда. Мы просыпаемся и засыпаем. Честно мы в любовь играем. Пойми. На двоих одних дружах. Мы просыпаемся и засыпаем. Вместе об одном мечтаем. Любить. Любить. Чтобы раз и навсегда. Мы просыпаемся и засыпаем. Честно мы в любовь играем. Пойми. На двоих одних душах. История, друзья. Мишу Марвину спасибо за это. За прекрасное украшение эфира телерадиоканала «Страна.ФМ». Артисты у нас сегодня находятся в студии в программе «Лучшая страна». Мы продолжаем разговаривать. И в данном случае продолжаем разговор о клипе. Миша, где снимался клип? Кто режиссер? Ждем всех подробностей. Этот клип мы снимали в Сочи. В Сочи. Молодцы. Прекрасный город. Молодцы. Да, я был там не так много раз. Но вот в этот раз я прям понял, что там столько красивых мест. Другими глазами посмотрел. Режиссер этого клипа была замечательная, очень талантливая. Полина Назарева. Это ее первая работа, первый видеоклип. Да ты что? Да, до этого она снимала там что-то, какие-то рекламы, еще что-то. Это ее конкретное первое видео, первая работа. Слушай, какая молодец. Да, и мне кажется, прям в десяточку. Ну это успех, это правда очень хорошее начало, тогда надо поздравить, конечно. Я был уверен, что это получится очень красиво, потому что настолько, как у человека горели глаза на съемочной площадке, как она вот прям вот со мной вместе двигалась, танцевала движение, придумывала прям на ходу, как она жила этой идеей, это прям, я был уверен, что это будет 100% в кругу. То есть ты нисколько не волновался, что это первая работа у человека, и может что-то не получится. Видно по человеку, по его уверенности, по его энергетике, что фигню не сделает. Точно. Вот как, скажи, а ты всегда видишь людей насквозь? Ты всегда понимаешь, фигню может человек сделать или нет? Частенько замечаю такое за собой. Бывает иногда ошибаюсь, но очень. Но это связано с чем? С чем? Что человек уже такой более опытный напротив тебя, и который уже давно бросает пыль в глаза и знает все фишки. Да, 100%. Я же все-таки еще больше такой новичок в этом деле, скажем так. Поэтому не все тонкости знают. Но чем дальше и чем глубже я захожу в так называемый шоу-бизнес, я понимаю, что нужно быть здесь аккуратненький, ухо востро, чуть-чуть приглядываться к людям и не так сильно доверяться, доверять им. Мы так аккуратненько, ненадолго, друзья, исчезнем из эфира, сделаем такую паузу рекламную, после чего обязательно продолжим общаться. Миша Марвин у нас сегодня в гостях. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Программа «Лучшее в стране» продолжается. У нас Миша Марвин сегодня в гостях. Мы говорим о творчестве, посмотрели абсолютно новый клип, послушали новую песню «История», узнали о том, что уже есть небольшие наброски абсолютно новой песни. Ну и, кстати, вне эфира Миша рассказал о том, что выход альбома запланирован. Ну давай расскажем, Миш, приблизительно. Ну и расскажем, да, приблизительно, очень приблизительно. Лето будущего года. На июнь, да, следующего года. Ну, в общем, знаешь, что хорошо, что ты все равно не мучаешь своих поклонников, а даришь постоянно все новые и новые работы своих лет. Конечно, конечно. Ты вообще, знаешь, такой очень необыкновенный молодой человек, мне кажется, и многие согласятся, очень хороший, но такой в правильном смысле, помимо меня, ради бога. Потому что ты даже читаешь твои интервью, например, и вот эти строчки, они не могут не восхитить. Я не хочу, чтобы люди видели меня, когда я плохо выгляжу, или что-то плохое делаю, пью, курю, например, или ругаюсь матом. Я хочу, чтобы люди делали только правильные вещи, двигались в правильном направлении. Вот и все. Это же твои слова. Да, вроде я говорил такое. Нет, я помню, да, это я говорил. Но они абсолютно тебе подходят, и я почему-то абсолютно даже не сомневалась, что эти строчки действительно тебе принадлежат. Миш, я хочу спросить в связи с этим. Как тебе кажется, вот чему точно нужно у тебя поучиться многим? Ну, вот что хорошее такое можно у тебя взять? Ну, похвали себя немножко. Пунктуальность. Так. Раз. Трудолюбие. Два. И это тоже. Я честный человек. И честность. Ну, в общем, список уже приличный, на самом деле. Ну, я считаю, самое основное. Да, если даже это вот мы сможем перенять у тебя. Здрасте, а как же мы ходим на интервью, если про себя не любим? Скромность. Да, в общем, это здорово. Миш, что касается твоего проекта, твоего детища такого, наверное, твоей выдумки. Пое, где хочу. Ну, конечно, да. В общем, так можно сказать, что пропала-то эта история твоя лично. Ты как-то ее так передал всем желающим принять участие в этой статье. Не пропала ни в коем случае. Просто я ее расширил немножко. Ну, а сам-то ты уже последний раз где пел, где хочешь? Да вот, 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 и где, вот с кем вчера вышел у меня ролик с Натаном. Так. С Натаном. Я приходил к нему на фотосессии, да. Перед этим я спел с Мотом в барбершопе, он бороду стриг. Я его подловил, скажем так. Я в этой, в башне в Астанкинской, в кабриолете по Садовому я летел. Да много. Ну, тебя радует эта история, скажи. Я каждую неделю выпускаю вот такие вот свои шуточки, скажем так. А тебя радует эта история? Ты отслеживаешь по хэштегу, кто что выкладывает на эту тему? Обязательно мне интересно. Мы даже отбираем людей и в конкурсе они участвуют. Давай расскажем коротко. Вдруг кто-то не слышал. Ну, мало ли есть такие 2-3-5 человек, которые не знают. Вкратце, главную идею. То есть нужно оказаться в любом абсолютном месте. Да. Название определяет. Оказывается, вот где вот захотелось вам спеть? В автобусе. В автобусе, там в метро, на площади, в очереди, я не знаю, где в душе, если хотите. Да, кстати. В абсолютно любом месте, в неожиданном. Вы поете, снимаете себя на телефон. Выкладываете в инстаграм. Хэштег Миша Марвин. Миша, песни обязательно твои надо петь? Нет. Нет? Нет, желательно не мои песни. Ты еще не дошел до этого. Не пойте мои песни. Пойте другие песни. Это они лучше. Миша, ну вот эта твоя акция, твоя задумка, она, в общем, на что направлена? На борьбу со скукой. Я всегда говорил, что я вот этими своими выходками борюсь со скукой. Так же, как и свои, так же со скукой окружающих. Люди забыли, что такое расслабиться и просто получать удовольствие от жизни. Они сидят, я просто поражаюсь с реакцией людей, которые, я там появляюсь в каком-то месте, начинаю петь, там что-то, ну как вы, там, что, там, разговаривать с ним, как-то пытаясь поднять им настроение, они просто смотрят, ты что, наркомат, что с тобой, ты что вообще сделал? Ты что, зачем ты это говоришь? Это мне очень сильно прямо бывает. Я хочу, вот подумал, подключил больше людей, чтобы вот по всей стране это запустить. Потрясающе. И ждал, чтобы люди включились в это. Да, пусть будет больше поющих людей, даже непрофессиональных. Улыбающихся хотя бы. В местах общественных. Друзья, мы прерываемся совсем ненадолго, оставайтесь обязательно с нами, продолжим общаться. Миша Марвин у нас в гостях сегодня. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. А у нас сегодня в гостях Миша Марвин, мы только что с вами посмотрели Донни, кстати, Казанова «Я украду», новый абсолютный клип. Донни, собрат, как вы, кстати, друг друга называетесь все в «Блэк Стар». Брат-братишка. Брат, просто братишка, брат Донни, выпустил новую работу, собственно, кстати. Я видела, ты в Инстаграм поздравлял своего коллегу с такой замечательной работой. И мы с тобой стали говорить, что Донни здесь на себя не похож, меняется. Да, конечно, в лучшую сторону, в лучшую сторону. А кто еще из ваших артистов меняется, на твой взгляд? Да, все меняются. Все меняются. Все абсолютно меняются, все растут, причем максимально быстро, вот, находят в себе то, что они, то, что вот, искали все время. И как только человек находит в себе это. Скажи, Димати, какое-то отношение к этому имеет? Ну что, люди начинают искать себя и находят очень быстро. Ну, мы чувствуем его поддержку. Да, и это достаточно много. Миш, приходит вот сообщение, Эля написала нам. Миш, привет, спасибо за твое творчество, доброту, искренность, улыбку за все. Класс. Несколько вопросов. Знаю твой любимый город Черновцы. Назови три любимых города. То есть, я так понимаю, помимо, да, твоего родного города. Был ли ты в Баку? Как тебе? Не был в Баку, хочу туда попасть, говорят, очень красиво там. Мой любимый, да, город, в котором я родился, это Черновцы, это мой родной город. Потом, ну, Москву я уже полюбил, это, естественно, я уже здесь очень много лет. И, ну, правда, честно скажу, Москва мне нравится, знаешь, чем, что в этом городе невозможно расслабиться, и здесь прям хочется работать, хочется вот себя усовершенствовать, прям каждый божий день. То есть, для людей, которые ставят большие цели, это вот город, наверное, самый правильный. Да, это супергород для того, чтобы реализоваться. Два. И третий город. Лос-Анджелес. Да. Чудесно. Солнечный Л.А. Что бы ты сделал, если бы на 24 часа стал невидимым? Какой интересный вопрос, слушайте. Я даже задумалась. Я бы, знаете, что сделал. Я бы пошел в магазин с шоколадками. Блин, не знаю, банк ограбил, не знаю. Да ладно, ну что ты, никогда не поверят себе, что это правда. Скажите, вообще не похож на человека, такого, который может ограбить банк. Ну, или очень-очень хорошо у человека, который это все дело маскирует. Может быть, ты разрабатываешь там планчик такой. Кстати, Миша, ты рассказывал, что ты занимаешься танцами, да, хореографией. Ты актерским мастерством занимался. Да. Ты признавался, что занимался игрой на фортепиано. Продолжаешь занятия. Да. По всем трем направлениям. Обязательно. Есть что-то еще, что ты хочешь познать? Изучить? Есть еще что-то, что... Может быть, сценический бой? Сценический бой. Сценическое движение. Хотя, ну, я не знаю, блин, ну, я вот выбрал себе три основных. Три кита. Три кита, на которых уже можно отталкиваться. Научусь на пианино хорошо играть, перейду на другой какой-то инструмент. На барабаны, допустим, или еще что-то. Научусь хорошо играть в актерские роли, пойду в кино. А как ты, кстати, определишь, что ты уже овладел фортепиано? Что ты должен исполнить такое, чтобы ты для себя понял, что ты овладел инструментом? Когда я просто буду за него садиться с закрытыми глазами. А, и музыцировать, да? Все, что приходит на ум. Импровизировать. Долго нам ждать этого момента? Ну, придется немножко подождать. Придется чуть-чуть подождать. Чуть-чуть еще немножко о целях, планах, мечтах. Мечтал связать жизнь с музыкой, связал. Мечтал прыгнуть с парашютом, прыгнул. Ездить по миру с концертом сделанным. Мечтал быть счастливым, счастлив. Не бойтесь мечтать, все сбудется. Пишите в Инстаграм у себя. Но я думаю, что касается концертов по миру, их еще будет больше. Поэтому, наверное, как ты тоже об этом думаешь. Разумеется, прыжки были. И не только с парашютом, но еще и с Тарзанкой, по-моему. Да, еще с Тарзанкой была, это страшно. Причем этим летом все видели эти фотографии. С музыкой, да. Но есть наверняка что-то еще, о чем ты мечтаешь. А может быть не мечтаешь, а знаешь просто, что это будет, но пока этого нет. Даже не материально. Хотя, если хочешь, может быть, поделись материальной историей. Блин, да, оно все банальное, то, чем я мечтаю. Чтобы, блин, вот Миша Марвин, чтобы как бы стал тем, кем он мечтает стать. То есть, ничего больше. Ну, а, например, такие вещи, как семья? Не знаю, так, близкие. Сейчас в семье все прекрасно. Все прекрасно, все здоровы, все счастливы. Естественно, даже об этом говорить не надо, что как бы у каждого человека... Я имею в виду свою семью личную. А, мою личную семью. Моя личную семью. Но это, да, это впереди, это в будущем. Будет, у меня будет прекрасная семья. Великолепная. Если ты в этом уверен, значит, так и будет обязательно. Сто процентов, никаких нет сомнений. Ниш, ты как-то... Вас частенько, хотя я не понимаю, почему, сравнивают с Егор Кридом. Было, во всяком случае, такое. Было, по-началу, было очень много раз. Хотя, вот я, например, считаю, что вы абсолютно разные. Ну, да ладно, не об этом речь. Но ты и сам, кстати, говорил, что у вас музыкальные стили разные, вы совершенно разные, и ты про себя говорил, что я взрослее. Ты, разумеется, наверное, не только возраст здесь имел в виду. Или, прежде всего, возраст? Ну, возраст, и если музыку послушать, мне кажется, тоже там есть отличие. Ну, взрослее, как это еще можно пояснить? То есть, не знаю, мудрее или нет? Ну, скажем так... Нацелен ли ты на более взрослую аудиторию тогда так? Можно сказать? Да. Да, абсолютно правильно. Я хочу, чтобы мою музыку слушали люди хотя бы одного возраста со мной. Потому что то, о чем я пишу, им это уже знакомо. Ты хочешь этого, а кого ты видишь на своих концертах? Немножко помоложе. Помоложе себя? Да. Ну, это нормально, это у всех. Преимущественно девчонки, ребята. Преимущественно девчата. Девчата. Ну, кстати, что касается концертов, их у тебя, слава богу, уже множество. И в ближайшее время давай расскажем вкратце. Я вот, кстати, даже слежу за твоим гастрельным графиком. 14 октября у меня Алматы. Это Казахстан, друзья. Да, Казахстан, Алматы. Смотрите подробности в Инстаграме у меня. Потом у меня, значит, 22-го Красноярск. Октября, да. Октября Красноярск у меня. Потом 27-го, в 27-го. Вы должны, друзья, оказаться. Дубай, друзья, все летим в Дубай. Да, есть еще время, кстати, позаботиться о билетиках и так далее. Ну и так далее и тому подобное. Нижний Новгород, кстати, Рига, Вильнюс, Нефтекамск. Нефтекамск еще. Ну так, гласи, да, твой сайт. И список еще продолжается. Много, много, да. В общем, друзья, смотрите внимательно за афишами в своем городе. И вообще сейчас удобная штука, конечно, будет подписанным на любимого артиста. Конечно, Миша, нижнее подчеркивание, Марин, друзья. Все живут у себя на страничке. Там много интересных новостей, если кому это вдруг интересно. А в эфире телерадиоканал «Страна.ФМ». Прямо сейчас Миша, Марвин и клип и трек «Выделяйся». Программа «Лучшее в стране» продолжается. Миша Марвин у нас сегодня в гостях. Миш, тебе продолжают писать с твоей поклонницей. Прекрасно. Какой жанр фильма любишь? Мне нравятся триллеры. Триллеры, ужасы, ну и комедии. Какой любимый у тебя инструмент? Ну, наверное... Ну, кстати, отвечай. Пианино. Да, фортефиано. Раз ты сейчас им занимаешься, значит, да, потом, когда Миш пойдет на ударную кучицу... Да. ...ударную займет первое место. Миш, хочу немножко у тебя спросить про времена группы «Павлики Интернешнл». Не надо этого делать. Как-то сейчас даже неудобно закрыть эту тему. Ну, эта группа... Ну, вкратце. Ну, немножечко давай. Хорошо, такая мальчишеская поп-группа еще во времена твоей студенческой молодости. Да, это было очень давно. Короче, приехал я в Киев учиться, поступать. И сразу же на первом курсе... Академия руководящих кадров культуры и искусств. На секундочку. Музыкология факультет. Музыкология? Да, например, кафедра музыкологии. Наверное, музыкология, да, было. Я не помню уже. Тогда я учился на вокала. И тут, значит, павлики Интернешнл. Да, и здесь мне... Мой товарищ, который с нами учился, он говорит, я там попал в группу, там, честно, случайно. Ему сейчас нужен вокалист, парень, приходи на кастинг. Я пришел, спел, понравился, меня взяли. И вот, собственно, с первого курса у меня вот с учебы пошло вот шатание туда-сюда. Да, по павлике-то тебе и... Тогда попал. Была идея, да. С одной стороны, сказать, сбили с путь истинного, а с другой стороны, наоборот, поставили на рельсы, на правильный путь. Конечно, конечно. Нет, я, если честно, очень благодарен тому времени, что... Сказал, не надо. Миш, там тексты твои были, скажи. Нет. Хотя бы частично. Нет. Вообще никакого отношения не имел? Вообще, я тогда еще не писал песни, не умел это делать, даже не имел представления, что когда-то я буду это делать. Ну, были клипы, да, была какая-то популярность, выступления даже, концерты. Да, были три платных концерта за все время. Но тогда ты для себя утвердился, что это та, именно тот путь, по которому ты хочешь пойти по жизни? Да, я понимал, что это тот путь, но абсолютно не направление музыки, которое мне интересно, и за которое меня будет брать гордость, а не... А вот нежелание выступать с этим материалом. Скажи, ну, родители твои, конечно, они знают тебя и помнят в пабликах интернешн. Да, естественно. И сейчас знают тебя как сольного артиста Миша Марвин. Они видят твой рост, они что говорят? Они вот, то, что они видят сейчас, они просто забыли о том, что было раньше. Какие паблики, какое-то вот. Да. Естественно, родители очень рады, и они замечают то, что я указал. Они твои поклонники, они твои фанаты, скажи. Маме нравятся песни, но не все. Маме нравится вот последняя песня. Вот, сто процентов, да. Сто процентов, да. И еще какая-то песня ей понравилась... Девочка из класса, может быть? Танцевальная. Не-не-не-не. Нет? То ли выделяйся... А, вот выделяйся. И клип ей понравился. Слушайте, как здорово, мы сегодня прям все мамины любимые песни поставили. Мамин сыночек, говорит. Тем более, что она-то всегда тебя хотела видеть руководителем. Конечно. Правильно? И тут как раз... Вот. Я тебе тоже сказала, что потрясающе выгляжешь костюм. Поплотил мне что-то мамину. А папа, значит, как-то так более прохладно относится? Нет, ну папа у меня такой сдержанный человек, поэтому он всегда... Если я спрошу папу, ну как? Он говорит, хорошо, хорошо, сынок, все хорошо. Но я понимаю, что внутри он расцветает. Значит ли у тебя все-таки, что есть такая цель, когда ты услышите от отца, что прям такую похвалу сказать, что ты реально очень крутой? Нет такой самооценки? Да нет, ну я просто вижу по глазам, что человек вот прям вот ему нравится. Ну, может, он так вот сдержанно, но ему нравится, его распирает от гордости, от того, что сын добился того, чего хотел. Ну и ты, судя по всему, тоже гордишься, да? Конечно. Скажи, пожалуйста. Конечно, сто процентов. Общаешься ли ты со своими поклонниками не во время интервью, когда тебе сдают и пишут, а где-то в соцсетях? В соцсетях не очень мне нравится общаться. Я общаюсь с ними... Вот у меня есть там фан-клуб официальный, ребята, которые ходят постоянно на каждые там концерты, уже и флаги они там сделали. И я вот этим ребятам уделяю время после эфиров, там, после концертов, мы встречаемся там за сценой или где-то под зданием, где я был, и мы с ними общаемся, они мне задают вопросы, я им отвечаю, я им задаю вопросы, мы фотографируемся. Ну, вот такое общение у нас происходит. Какой вопрос тебе чаще всего задают? Когда новая песня? Когда новая песня? Вот это капец, я только вышла песня, на следующий день, когда новая песня уже будет? Ну капец, что, машина, робот. Слушайте пока эту песню, да? Насладитесь этой, дослушайте ее до дыр, потом и селища. Миш, что касается дуэтов твоих, ты у нас был, кстати, с ММ. Да. С дуэтной историей, потрясающей. Пока у тебя в планах нет? Пока нет, пока не думаю, пока не планирую. Возможно, появится какая-то песня, где я пойму, что вот здесь хотелось бы добавить какой-то еще другой голос, другого человека, привлечь в это все, и тогда я уже буду думать, кого и как это делать. Пока вот я вот зациклен над сольными песнями, над сольными работами. И вообще над карьерой, да? Ты всегда говоришь об этом, что даже личность, жизнь, она как-то так в стороне, потому что карьера для тебя важнее всего. Пока да. А как ты должен почувствовать, что вот этот момент наступил, что ты добился всего? А что должно произойти? Концерт, может быть, в Кремле, не знаю, в Олимпийском. Тур по миру. Вот показатель этот самый главный. Ну, давайте хотя бы к року, стей, для начала, да? Ну, для начала, правильно, для начала. Тогда уже пойму, что вот все-таки уже можно и задуматься. Миш, давай такие немножко простые бытовые вещи. А они, кстати, пригодятся. Ты же всегда тоже искренне говоришь, что, в принципе, твоей спутницей по жизни может оказаться девушка из поклонницы. Ты этого не исключаешь, да? Не исключаю, но мало вероятно. Главное, чтобы она не пела профессионально. Это самое главное. Давай так. Твое любимое блюдо. С чем тебе побороться за твой желудок, девочки, если захотят, чтобы готовить? Я очень люблю, очень люблю, очень все просто. Борщ красный или бестроганов. Прям вот это, думаю, ох. Борщ красный? Я готов каждый день это просто кушать, правда. Но он должен быть с мясом прям такой. С мясом, конечно, с говядиной желательно, чтобы вот не жирное было. Ты сам готовишь? Я готовлю, но борщ пока не умею. Не умеешь готовить? Ну, надо научиться, чтобы показать, если что, как правильно это делать. Надо, да. Сейчас очень много всяких там, и заходишь в интернет, и можешь найти все, как приготовить. Но вот не знаю, вот мне кажется, вот не так просто это все. Надо чувствовать. А я пока не чувствую борщ. Если у тебя, ну, так складываются обстоятельства, что ты сам должен сам покормить. Я очень люблю макаронное блюдо, фирменное блюдо. Это значит сапагетти. Я их варю, все красиво. И козырь этого блюда – это курица в сметанном соусе. Очень вкусная. Ты очень вкусно рассказываешь. Очень вкусная. Ну, так это просто звучит, просто, да, курица, сметанное соусе и макароны. Все. Но на самом деле, я когда его готовлю, это блюдо, это можно просто. Ты его как-то сам для себя, это блюдо определил? Или это откуда-то с детства идет история? Я не помню. Вот я просто не помню даже, с какого момента я начал готовить. Это я увидел, что… А-а-а, все, я понял. Сестра моя. Это моя сестра, она мне всегда готовила это блюдо. И я когда переехал уже в Москву, сестры рядом нет, некому готовить. И пришлось самому себе радовать. И я начал вспоминать, так, а что бы такого приготовить? И вот вспомнил. И с тех пор это мое коронное блюдо. Потому что так, как я его готовлю, готовить его не никто. Так что, девочки, претендующие на сердце, Миша, имеете в виду не только борщ, но еще и макароны, спагетти, сколицы, сметаны. Нет, им надо уметь готовить борщ. Это я умею. Да, хорошо. Это я сам могу. Отлично. Так, такая история. Вопрос пришел опять от поклонников. Где ты больше любишь смотреть фильмы? Дома или в кинотеатре? Ну, в кинотеатре, конечно. Уже ждут твой концерт в Крокусе. Понятно. Я тоже. Конечно же, в кинотеатрах круче всего смотреть. Ты полностью проникаешься. И там и звук, и все позволяет погрузиться в то, что ты смотришь. А люди рядышком тебя никак не раздражают? Там жующие, смеющиеся, договаривающие по телефону. Я вот люблю вот ходить в залы, где мало людей. Ограниченное количество. Да. И ты сел аккуратненько и смотришь, не мешает. То есть там не все рядышком, а чуть подальше. Оленька спрашивает, есть ли у тебя предпочтение в цвете? Мой любимый цвет – это синий. И красный, судя по рубашке, нет? Я вообще много цветов люблю разных. Черный классный, да? Всегда хорошо. Белый. Но вот синий, у меня синяя машина будет. Ты уже решил для себя. А с Маркой определился, скажи? Ну, то, что я хочу, это не важно. Это пока еще рано об этом говорить. Вы все увидите в свое время, да, скажем? Да, все увидят. Давай поговорим немножко про твой отдых. Ты, конечно, трудяга, молодец. У тебя был отпуск небольшой, по-моему, этим летом. Ты думаешь уже о следующем? Или пока нет? Как думаю? Мечтаю, скажем, да. Нет. Я не могу сказать, что я прям сильно как-то устал и стащился, что ли. Но просто перезагрузил. Да, вот я хочу в джунгли, я хочу в дикое место какое-то. Остров, джунгли, море, чтобы в море волны били. Даже где-то я слышала, что ты говорил прям про Мадагаскар, что ты хочешь. Мадагаскар очень. Ты что, к лемурам, вообще, это просто рай, мне кажется, на земле Мадагаскар. Если тебя девушку какая-нибудь пригласит, составить ей компанию, отправишься? А билеты оплатят? Ну, давай, да, наверное, так сказать. Ну, просто пригласить любая может. Надо что-то как бы еще предложить, не просто. Ну, если да, если да, скажет, да, Мишка, подарок. Посмотрим. Давайте посмотрим. В частном порядке будем решаться, да? Миш, спасибо тебе большое за то, что ты к нам пришел, спасибо за то, что ты очень искренний и открытый. Самое главное за твою такую самоотверженную работу, которую ты делаешь с душой, это всегда слышно, это всегда видно. Поэтому тебе только величайших достижений, творческих успехов, все обязательно исполнится. Мы всегда тебе очень рады. Спасибо большое. И, конечно, с очередной твоей новой работой потрясающей будем ждать в гости. Да, скоро придем. Миша Марвин, друзья, спасибо всем. Программа «Лучшее в стране». Оставайтесь в компании с телерадиоканалом «Страна.ФМ». Миша, спасибо. Спасибо вам большое. «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ».